Полёты во сне и наяву. Снармин. Добрый вечер. Игорь Бутман, как один из самых близких друзей Юрия Башмета и соратник в творчестве и друг коллектива, участвовал в этом концерте. Это было, вы знаете, дорогие слушатели, это было незабываемо. Это было диалогом людей, понимающих друг друга. И Юрий Абрамович Башмета выглядел джазовым музыкантом в этот момент. А Игорь Бутман невероятно гармонично смотрится на сцене Большого зала консерватории. То есть это было золотое сечение. Вот чтобы к таким моментам прийти, нужно прожить вот эту вот жизнь в творчестве, чтобы казалось, что это всё так легко и так ренессансно. Ну, конечно, это какое-то время надо было пожить. Нужно было познакомиться с Юрием Абрамовичем. Полюбить его и восхититься его талантом. Талантом музыканта, человека, философа, дирижёра. Иногда две фразы, сказанные Юрием Абрамовичем, заставляют тебя думать месяц или два в понимании того, что произошло, как это и почему. Ну, я думаю, Юрию Абрамовичу в своё время тоже повезло общаться и с Ростроповичем, и с Рихтером, и с выдающимися дирижёрами зарубежными и нашими. Поэтому, конечно, вот те минуты, когда мы вместе на сцене и когда мы вместе что-то делаем, то это огромное удовольствие и честь, и урок. Каждый раз урок. И мы всегда восхищаемся многими оркестрами, коллегами или другими оркестрами, и российскими, и зарубежными. Но как только слышишь солисты Москвы, и когда Юрий Абрамович и дирижирует, ты понимаешь просто разницу. Даже не в звуке, даже в ауре какой-то, да, какой-то вот, идти к какому-то энергии посыли. — А что это было по жанру, вот когда приходит, вот так вот прям вклинивается в ткань концерта, вдруг саксофон? Ну, ещё сел композитор Игорь Хельсон, так сказали, ну, в принципе, это было такое вот очаровательное баловство на грани джаза и классики? — Это совместно. Игорь Хельсон написал «Сюиту». Это было его первое произведение. Он написал, потому что он очень хотел, чтобы мы с Юрием Абрамовичем вместе играли, сделали какой-то концерт. Но именно концерт... — Альт и сакс? — Да, альт и сакс, чтобы это был джаз, чтобы это были барабаны, чтобы это был контрабас. И мы долго думали, кто напишет, как сделать, кого попросить или самим. И Игорь сказал, я сам всё напишу. И написал. И вот сколько лет уже прошло, я думаю, с 97-го, наверное, года мы это играем. То есть уже лет 20, по-моему, мы играем эту «Сюиту», которую написал Игорь Хельсон. Она видоизменялась немножко, добавлялись сольные куски. Иногда Юрий Абрамович просто импровизирует просто так, что мы все открываем рот. Иногда он играет, так сказать, то, что ему выписано композитором в джазовом манере. Были и версии, где играют и Big Band, и каменный оркестр солисты Москвы. С этой программой мы объездили всю Америку, выступали в Линкен-центре, выступали в Чикаго-симфонии, в Бостон-симфонии, играли в Кливленде, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, в Сиэтле. Это была такая программа, которую мы показали, вот именно наше совместное выступление с Башметом было показано в Америке. Так что она видоизменялась, но это академическое написанное произведение. Есть первая часть, вторая часть. Но есть возможность для наших импровизаторов проявить себя в полной мере. И есть куски, где и лирика, и виртуозность тоже присутствуют для академических участников этой композиции. — А вот мы сейчас так спокойно там рассуждаем про Большой зал консерватории, да, и мы встречаемся с сольными концертами, с оркестром Игоря Бутман, и там, в Доймунске. А в принципе, вот какое-то время назад вообще представить себе в самом прекрасном сне было невозможно, что эти академические... — В ужасном сне академического музыканта было невозможно представить, что в Большом зале консерватории будет играть джаз. — Ага. А что произошло в ОМАГ? — Ну, во-первых, джазы музыканты и сама музыка, и само отношение музыкантов к этой музыке все-таки изменили стереотип о джазе. В джазе действительно есть сложнейшее произведение, есть ритм. Вот мой дедушка говорил, что в джазе ритма нет, или его мало, но потом он немножко изменил свое мнение в виде меня занимающегося с метрономом. Мой дедушка был классический академический скрипач, потом регентом в церкви, но был великолепный музыкант, и меня склоняло играть на кларнете в Кировском театре или в Большом театре, по возможности. — Страшно сказать, но хорошо, что ты не послушался дедушку. Ну да, но дедушка тоже был очень интересный и умный, и умный, и очень духовный человек. Вот, поэтому сейчас отношения, конечно, уже давно сменили гнев на милость наши коллеги, видят посвящение нашей музыке. Мы делаем какие-то вещи не в угоду публике, а в угоду нашего стиля, в угоду музыке. И, конечно, есть различные стили джаза, простые совсем формы, есть более сложные. Поэтому это оценили и педагоги, и музыканты. И даже сейчас я стал руководителем Государственного училища духовых инструментов, и я сказал, что туда я хочу внести и джазовый будет департамент, джазовое, так сказать, отделение. Но я хотел бы, чтобы все музыканты нашего училища имели какое-то понимание о джазе, понимание об артикуляции для духовых инструментов, понимание о гармонии, чтобы они могли иметь хоть какое-то понимание об импровизации. Потому что музыканты, на самом деле, которые играют академическую музыку, они спокойно могут, они настолько талантливые и настолько виртуозные, что они спокойно могут освоить импровизацию. И для этого нужно немного просто открыть себя, немножко узнать и попробовать. Не обязательно импровизировать в классике, но это тоже часть уже современной музыки, поэтому это будет им интересно. Так что теперь нам открыты Карнеги Холл, конечно. Ой, Карнеги Холл. В том числе. У нас большой зал консерватории, и Дом музыки, и зал Чайковского, и филармония в Петербурге. Но и мы тоже стали бережнее относиться к таким залам, потому что это святые, это люди, эти залы заполнены такой фантастическим количеством выдающейся музыки, что мы тоже не имеем права сыграть там, вот, не на таком, хотя бы пытаться сыграть на таком же уровне, представить такую же музыку. Играть ее не грохотать, не бить в барабан, а играть именно так, чтобы быть на уровне той музыки, которая там уже была, игралась, и еще будет много-много веков играться. И при этом отдельная история. Это большие джазовые фестивали, это для музыки джазовые очень, как бы, важно и органично, и так далее. Я счастлива сказать, кто не знает, нашим слушателям, что благодаря Игорю Бутману в Московской области появился, и он растет, и мы так вот, это цветок прекрасной песты, он растет, расцветает нам на радость. Это джазовый фестиваль, это именной авторский фестиваль Игоря Бутмана в Горках Ленинских, в усадьбе Горки Ленинские. Мы его провели первый раз в сентябре, одним днем, и то, какой был успех, и сколько пришло людей, несмотря на то, что это был сентябрь и так далее, нас укрепило в мысли, что это надо делать. Прошлым летом этот фестиваль уже был два дня, уже на экваторе, тоже вот так вот в июле, и тоже отклик был огромный, вот картинки, жалко, что радио не визуализируют. Это ровно то, что мы хотели и мечтали видеть. Это сидячий портер, но при этом это люди большими компаниями, семьями, вот как и полагается на джазовом фестивале, где-то на пледах, и главное, с ощущением абсолютного счастья на лицах. В этом году фестиваль пройдет 8 и 9 июля в усадьбе Музея-заповедника Горки Ленинские, у нас в Московской области. Мы зовем всех на огромном зеленом портере, но, естественно, будет большая сцена. Вообще это все очень красиво, нарядно, светло, и все благодаря тому, что Игорь Бутов, он занимается лично. Ну, светло это не благодаря мне, надеюсь. По атмосфере. Ну, начинаем с засветлой, заканчиваем уже. Вот, какие основные опорные пункты, какие изюминки будут в этом фестивале? Большая программа по 5 коллективов будет в день. Мы очень счастливы, что в этом году к нам приедет замечательная американская группа «Орегон». Много лет назад эта группа приезжала к нам в Россию записать свой альбом. Они записывались с симфоническим оркестром. И они хотели очень хороший оркестр и попросили меня помочь им вообще все организовать. В тот, в тот, в тот, сейчас боюсь просто соврать, какой это год, а это в 99-м году, да, значит, еще 2 года, до 20 лет. В 99-м году, когда я только начал заниматься джазовым клубом, поэтому они были первые музыканты, которые выступили, американские музыканты, известные, которые выступили у нас в джаз-клубе, вот, когда он был Ли-клуб. И они приезжали записать. Они сказали, что им очень понравился оркестр имени Чайковского, которым руководит наш замечательный дежур Федосеев. И я сказал, что мы договоримся. И мы записывались как раз так вот на, как им сейчас, Малая Дмитрова, Малая Малая Никитская, вот там, да, там замечательная студия, там замечательная акустика. Я им все рассказал, показал. Я, в общем, был координатором этого проекта, группы Орегон. Этот альбом был номинирован на 4 Грэмми. К сожалению, Чикарей забрал у нас все. Наш любимый пианист. Но все равно, даже номинация на Грэмми, это огромный-огромный успех. Дирижировал этим проектом тоже замечательный музыкант Георгий Арамович Горанян. И мы как-то с ним сидели в Томске, еще я ему рассказал о том, что приезжает Орегон и что нужен дирижер, что я как бы ищу. И я просто делился, так сказать, своими радостями, что такая группа будет у нас записывать альбом в симфоническом оркестре. Он говорит, так если тебе нужен дирижер, это я. И я действительно понимаю, что передо мной сидит выдающийся джазовый музыкант, который, так сказать, дирижер, руководил, дирижировал и госоркестрами, и на гостелерадио, и в кино много записал альбомов. Так что, все, я написал о Георгии Арамовича и получил одобрение, и вот записан этот замечательный альбом. А вот в этом году приезжает эта группа, приезжает к нам выступать. Будут наши артисты, мы будем представлять тех артистов, которые на сегодняшний момент, молодежь, которая себя очень ярко проявляет, много выступает. Это издательный фестиваль, это квинтет Ильи Морозова, секситет Ильи Морозова, будет выступать молодой сексистент Антон Чекуров. Будет выступать наш замечательный, набравший огромную силу, как физическую, так и духовную, и музыкальную Вадима Линкрик. Будет играть наш оркестр, мы будем играть программу, посвященную столетним юбилеям великих музыкантов Тилонис Монг, Дизи Гелеспи, Элла Феджираль. И посвятим этим музыкантам, отдадим дань. В общем, интересная программа, на два дня много будет музыки. Возьмем с собой обязательно эти плащи, что если вдруг пойдет дождь, которые, кстати, в прошлом году не пригодились. Сколько бы тучи ни собирались, как только загирала музыка, тучи тут же разошлись. А какая есть специфика, наверное, взрослые и опытные об этом знают, вот юные, вот у нас в прошлом году была Ярослава Симонова, изумительное тоже открытие, да, и вот какие советы ты им даешь с точки зрения работы все-таки в таком сложном формате, как Open Air, это, я имею в виду, все-таки более рассеянное внимание публики. Потому что одно дело, когда ты сидишь в концертном зале, а уж тем более в клубе ты концентрирован, а тут огромное поле, бесконечное небо над головой, да, и вот как бы сцены, кажется, меньше. Ну, я тебе скажу, что я практически ничего не говорю музыкантам, потому что я тех, кого мы приглашаем, мы уже в них практически уверены, они уже имеют какой-то опыт, и они много выступали с нами и с моим оркестром. Я знаю, что они очень талантливые, талантливая молодежь, и что они, они, в общем-то, уже понимают, как построить программу, как ее, как ее донести. У нас очень, очень хорошая молодежь, у нас будет также выступать Тина Кузнецова со своей, очень интересной такой этно-джазовой такой программой, немножко мы уведем чуть-чуть наших зрителей в чуть другой мир, но потом его вернем обратно. Вы знаете, тут буквально 30 апреля был большой галоконцерт в Гаване, посвященный Дню Джаза, и я там выступал, и с очень хорошими музыкантами, там было просто все созвездие, вообще Уилл Смит вел этот концерт, был Квинси Джонс, Хэрби Хэнкок, были все звезды мирового джаза, кубинцы, итальянцы, немцы, американцы, японцы. Чилийцы, чилийская, саксофонистская была очень хорошая. Вот, и музыкальный руководитель этого проекта, тоже наш друг, который в прошлом году выступал, Джон Бизли, он подошел, и перед нашим, прям нашей композиции, когда мы вышли, он подошел к нам и сказал, «Ребята, мне нужна от вас энергия, вот эта такая сумасшедшая энергия, дайте мне ее». И мы все были в шоке. Мы, честно говоря, он, может быть, даже в какое-то время нас сбил с толку. Я его понимаю, как руководитель, так сказать, всего концерта, что он хотел, чтобы мы дали, потому что до этого были какие-то медленные вещи, немножко, все было хорошо, но как-то он, может, провальчик был. И он нас хотел подзадовить. Но у нас так быстрые вещи, и так мы с таким напором играли, что у нас немножко, мы даже американский саксофонист, мой коллега Антонио Харт сказал, «Зачем ты нам сказал это?» Так что я стараюсь не говорить музыкантам, не давать им какие-то установки, потому что это может вывести их из того внутреннего состояния, которое они готовили, готовили, готовили. И сейчас я им скажу, ребята, пойте погромче там или пойте потише. Я думаю, что это могу вмешаться и могу улучшить, конечно, но в большинстве случаев могу сбить их. Поэтому стараюсь ничего не говорить. Потому что если мы их взяли, мы им доверили, пускай поют. Дорогие слушатели, напоминаю, что у нас сейчас в эфире в программе «Полёты во сне наяву с Нармин» народный артист России Игорь Бутман. Вот сказал замечательную фразу, что этно-джаз увёл немножко в другой мир, а потом вернул. А вообще сколько миров у джаза? Ведь, наверное, это единственное направление, которое вот как бы так дискретно, потому что есть этно-джаз, рок, поп, вот разные-разные варианты. А почему так? Потому что очень вариативно? Ну, я думаю, что всё время музыканты искали, всё время ищут какие-то новые краски, новые ритмы. Пытаются найти какие-то сочетания, может быть, даже с несочетаемым. Вот мы с Юрием Абрамовичем делаем классику и джаз. Есть, в своё время появились ансамбли рок и джаз. Один из основателей был Майлз Дэвис, который всё время смотрел на молодых музыкантов, на новые тенденции, на новые веяния. Нужно, ведь в любом случае каждый стиль забирает у тебя, может забрать у тебя твоих поклонников. Ну, люди слушают какое-то время джаз, да, а потом они вдруг полюбили там рок или какой-то там, какой-то, либо простой рок, либо наоборот сложный, либо там, нет, там. Есть же разные группы, там, тот же Эммерсон, Лейк и Палмерс, старая группа, которая играла ещё картинки с выставки в роке. И другие. То есть музыкант джазовый, он смотрит, держит, как говорится, нос по ветру. С одной стороны, чтобы нести разнообразие в свою жизнь, чтобы ему просто интересны разные проекты, как Юрий Абрамович Башмед, ему нравится и с Хабенским делать, он и с какой-то рок-группой же играл с кем-то, с Би-2 или с Чайфом. С «Снайпером», по-моему. Или кто-то, да. Ну, тоже интересно. Какой-то вызов, может быть, это просто проверить себя. И иногда, когда талантливые люди это делают, получается очень интересное сочетание. Когда вот была революция, там, джаз-рок вмешался в джаз, то были такие группы, как Везерепорт, была группа Return to Forever, это американские, а были советские ансамбли «Аллегра» или советские ансамбли «Арсенал», которые тоже играли на стыке джаза и рока. Потом Алексей Семенович Козлов стал экспериментировать с брейк-дансом и так далее и тому подобное. И еще более привлекая и молодых музыкантов, но не опускаясь в качестве исполнения. Вот тут самое важное. Да, мы хотим успеха у публики, но мы должны понимать, что наш успех, если мы даже обращаемся к какому-то другому виду музыки или чего-то другого, то это не должна страдать сама музыка, само ее исполнение. И поэтому джаз выбрался, и этно, и world music, и тот же Пол Уинтер играл на саксофоне вместе с китами, записанными, или там чуть ли не в море выходил с ними с китами, или записывал потом звуки китов, и потом делал это было, даже не знаю, как называется, не world music, это экологический джаз. А мне так нравятся версии оркестры Гори Бутмана на темы советских композиторов, в этом что-то одновременно очень родное и очень инновационное. Это вот как-то вот само пришло? Это произошло случайно. Ну, сначала Александр Гаврилович Абдулов попросил меня записать партию саксофона для фильма «Бременские музыканты», который он снимал. А, да-да-да. Я вдруг обнаружил, что, допустим, такие композиции, как «Луч солнца золотого» или другие вещи, они как-то очень хорошо звучат в концерте, и ложатся на ритм, и на них хорошо импровизировать. И когда ты начинаешь играть, люди начинают улыбаться, они узнают. Многие джазовые стандарты, которые делись за пределами России, они не всем знакомы. Не столь узнаваемы. А вдруг ты видишь, что есть структура песни, она абсолютно ложится на джаз, и ты начинаешь ее играть. Стали играть «Ну, погоди», стали импровизировать. И все мои американские коллеги из других стран тут же подхватывали и говорили, ой, как классно играть эту песню, допустим. Или мы играли там тоже «Чунга-Чанга» или «Прекрасная, далеко», или «Которая стала таким». Просто то, что я записал, с тем же «Чикари» и с «Рэнди Брейкером», там такая тоска, там такая боль в этой мелодии Евгения Крылатова. И это тоже... А как это получилось, что мой товарищ попросил меня записать на один из каких-то своих корпоративных праздников, хотел подарить диск, как джазмены играют музыку из мультфильмов и детских фильмов. И просто попросил нас записать какие-то вещи, которые дал нам список. И мы этот список выполнили, записали. И потом я этот альбом с русскими музыкантами показал одному американскому очень известному джазовому критику. И он говорит, что Игорь, ты здесь играешь даже естественнее, чем на джазовые стандарты американские. Видно, что что-то такое есть, что тебя больше трогает в этой музыке, более естественно. Ну, конечно, это наше детство вообще. Я говорю, я же с этой музыкой вырос. И я подумал, что если он так принял, то было бы здорово записать эту музыку с американскими звездами. И вот родился уже альбом «Веселая история». Мы так вот к детству переходим. У тебя, ну, я честно скажу, что использую твою формулировку, но я ссылаюсь на автора часто, когда люди жалуются на недостаток времени и усталости. Я говорю, а вот Игорь Бутман говорит, у нас 24 часа, вот эта арифметика, 8 часов на занятия, на работу, 8 часов на сон, на куда остальное время. Поэтому тебе хватает, правда, я еще понимаю, как времени. В том числе и на новую ипостась, ну, сейчас ты руководитель, как правильно назвать, руководитель нашего училища музыкального. Да, директор государственного училища духового искусства. Вот. Значит, у тебя еще детки. Ну, собственно, молодым поколением ты всегда занимался. Это тоже, как бы, говорит сразу о масштабе личности и таланта, потому что не каждый топовый и суперуспешный артист-музыкант так еще себя вот вкладывает именно в это. Поэтому вокруг тебя и юные. Сегодня эта история, она вот, если так, на перспективу, к чему должна привести? Что, как в качестве твоей главной задачи вот в этой ипостаси ты ставишь себе? Ну, даже так трудно ответить, что главное или что главнее. Но одна из задач, сделать так, чтобы изменить, опять, найти талантных людей и дать им возможность себя проявить. Для чего это надо? На одной из партийных конференций я, так сказать, не вступил в диалог, а просто высказал свое мнение. Один замечательный человек сказал, что наше богатство – это наша земля, имея в виду даже не природные ресурсы, а что земля нас кормит, что она нас кормит, и там можно сеять и получать, так сказать, пшеницу, рожь, там все остальное. На что я ему ответил, что земля у нас хорошо действительно, но это, опять же, тоже можно сравнить с недрами, с нефтью, с газом, с металлами, там совсем не главное. Но самое главное в нашем состоянии – это люди. И это самое главное, что у нас есть – наши талантливые люди, которые могут эту землю посеять, могут найти на ней нефть, могут на ней построить, могут ее, так сказать, лелеять и все остальное. Вот люди. И у нас очень талантливые люди для того, чтобы они проявляли себя, им нужно творчески развиваться. Они могут развиваться творчески через точные науки. Но самое главное, что они могут, самое основное, что они могут развиваться через культуру, через искусство и через музыку. Я не могу всем заниматься, я очень плохо рисую, танцую в среднем. Не верю. Ну вот, но с музыкой у меня получается. Я вижу, насколько это важно, сколько это влияет, и людям это необходимо. Они покупают диски, слушают по телевизору музыку, ходят на концерты. Это важная часть нашей жизни. И нам, с другой стороны, хотелось бы… Наши знаменитые композиторы изучат во всем мире. Чайковский, Мусорский, Римский, Корсаков, Глазунов, Стравинский, Шостакович, Прокофьев. Это все наша история, которая показывает, какие мы могучие и талантливые. А вот что в последнее время, и особенно, так сказать, в музыке массовой мы добились? Ничего. Немного. Немного. У нас была группа «Тату», которая была в какой-то степени известной и, может быть, даже некоторое время популярной на Западе. Мы можем любить тату, не любить, но они были. Певец «Витас» очень популярен в Китае. Серьезно, он там на уровне Бога, да? Ну, полтора миллиарда человек. Если они по одной пластинке по доллару купят, считают, что «Витас» миллиардов. Он больше уже ничего не делает. Да, но мы, и вот моя задача попытаться найти тех людей, которые найти таланты, которым дать возможность себя проявить, чтобы уже через какое-то время мир знал от современных наших талантливых композиторов, исполнителей. Не только классических, но популярных. Сколько Швеции, сколько популярности Швеции и даже денег привезла группа «Абба». В Швеции великолепное музыкальное обучение. Я помню, еще с Советского Союза к нам приезжали шведские музыканты, молодые, которые нас поражали своей научностью. Они прекрасно играли. Они не стали суперзвездами по разным причинам. Но то, что они были научены очень хорошо, это было видно. А вот это результат появления этих групп шведских, некоторые финские группы стали известны и так далее и тому подобное. А у нас при наших талантах, при наших, так сказать, традициях, мы должны гораздо больше внести в этот мир экспорта нашей музыки. Это и политически важно, и финансово важно, и для самих себя удовлетворение. Поэтому вот одна из задач сделать так, чтобы найти талантливых ребят, дать им все возможное, все наши знания, привлечь их к интересной музыке, поставить им планку, которую они должны будут повышать для себя и для будущих поколений. Вот это мне нравится заниматься. Амбициозная задача сделать, чтобы у нас было 10 самых лучших оркестров в мире джаза, чтобы у нас были какие-то рок-группы, играли малые составы и так далее и тому подобное. Это, мне кажется, интересно, главное, мне, но и мне кажется, что это важно. И вот эти ребята, да, напоминаю нашим слушателям, что сегодня в эфире программы «Полеты во сне и на Ивус Нармин» на Радио 1, Первом подмосковном радио, народный артист России Игорь Ботман. И получается, что вот действительно эти ребята, вот они вот как, мы же понимаем, это мы сейчас вот говорим, у нас так все хорошо, и вот 24 часа в сутки у Игоря Бутмана умножены на три. А как это было непросто, вот я вообще не представляю, да, человеку, вот все там говорят, потому что мы сегодня Юрия Абрамовича нашего общего друга вспоминаем, как что он альт сделал солирующим инструментом, а саксофон сделал солирующим инструментом, а вообще джаз пробить условно. Да, вот старшее поколение метались, вот ты называл Георгия Арамовича Гараняна, «Царствие небесное», там чуть помладше, они там выбирали ансамбль «Мелодия» и так далее, прокладывали. Ну, тебе же было, я вообще не представляю, до какой степени нужно было обладать энергией, энергетикой, уверенностью в своих силах, чтобы прийти к тому, вот что мы сегодня все благодаря тебе во многом имеем, я имею в виду с точки зрения джазовой музыки, великолепной в качестве подарка. Вот каждому из этих ребят, которые сегодня, ну, в общем, под твоим крылом оказались, они, ну, вот, как бы защищены, они, вот, ты можешь им хотя бы отчасти гарантировать, что то, чем они решили заниматься, ну, как бы будет реализовано? Или все равно вот эту дорогу, этот, в общем, тернистый путь каждому придется пройти? Ну, я думаю, что сейчас нашим молодым музыкантам, конечно, намного легче, чем поколение, о котором ты говоришь, и Георгий Горанян, и Геннадий Гольштейн, и Константин Носов, и Олег Лунстрин, и Анатолий Кролл, и Данил Крамер, все еще более старшего поколения люди. Конечно, сложнее, по разным причинам, где-то не принималось, где-то была бюрократия, где-то был какие-то стереотипы о том, что джаз это искусство, там, или буржуазное. Сегодня он играет джаз, а завтра родина правит. Да, 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 или такие, да, вещи. От саксофона до финского ножа один шаг. Ну, на это были, можно долго об этом разговаривать, обсуждать, но это было сложнее. Чем сейчас легче? Сейчас открыты много учебных заведений, где преподают джазовую музыку. Ну, все, что, все пособия, которые тебе нужны, все, что тебе хочешь посмотреть, увидеть, пластинки, записи, ты все можешь взять практически бесплатно. Я любил очень джаз, и как только я стал работать у Давида Глащокина, я практически всю свою зарплату тратил на приобретение виниловых пластинок. Зарплата у меня была, по-моему, 180 рублей, или там, и на них я покупал, ну, в общем, 5 пластинок. Ну, там же... А потом приходил на ужин к дедушке, к девическому музыкану. К папе, да, к папе, да, к папе, да, к мужу. Ну, вот много денег я покупал на пластинку, это было, ну, это было, и здорово звучало, и мне так нравилось все это, мы собирали. А сейчас ты можешь практически за... через всякий разный интернет получить практически все бесплатно. В Ютьюбе ты можешь посмотреть любую запись тех музыкантов, о которых однажды по советскому телевизору показали. Вот потрясающий концерт, где был Луи Амстронг, Бенни Гудмал, Элла Феджеральд, Дизи Гелеспи, Док Северенсен, и много-много оркестр-аккаунта Бэйси, Джо Уильямс, оркестр Дюк-Алинтона. Это в Пасху, небось, в пасхальный вечер? Какой-то был концерт, я потом его, я с трудом его нашел сейчас в Ютьюбе, но уже нашел, его долгое время не было, и это было по советскому телевидению. Это, по-моему, был то ли память Луи Амстронга концерт, по-моему, да, потому что они много играли его вещей, так что сейчас легче. А с другой стороны сложнее современной молодежи, много соблазнов, много, иногда конкуренции. Огромная конкуренция сейчас появилась, особенно среди джазов, музыкантов, саксофонистов. Я был один молодой, хороший саксофонист на всем территории Советского Союза. Ну, серьезно. По разным причинам люди не поступали, не играли, не верили, не думали, не хотели. И самый близкий ко мне человек по возрасту был лет 10-15 меня старше. А мне было там 18-19 лет, когда я стал играть. То есть у меня как бы то поколение, которое стало играть хорошо, им тогда было 10 лет. Те, кто играли хорошо или как бы еще занимались джазом, им было уже лет на 15 малор. А сейчас в оркестре у меня играют там 23 года, 22 года. И они все между собой конкуренты. И еще несколько человек сейчас пришел, пришел один на замену, тенорист молодой. Тоже прекрасно заиграл. У Александра Сечука, в Гнесинке учатся, очень приличный человек, наверное, 3-4 очень талантных ребят. У Дима Моспана в Академии Маймониды тоже учатся, 2-3 ученика, очень приличных. Ну и по городам. И есть ребята 40-летние, там есть 35-летние, которые тоже достаточно здорово играют. И у них, конечно, конкуренция большая. У трубачей, у саксофонистов, у даже тромбонистов. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, надо создавать еще, еще должны быть оркестры. Надеюсь, что ребята, которые смотрят на меня, создадут свои оркестры. Это будет, с одной стороны, конкуренция, с другой стороны, это будет место для работы. Для чего мы растим всех этих молодых мальчишек, чтобы они играли. И, конечно, чтобы, может быть, и на местах, чтобы в городах других были. Не только в Москве, в Петербурге, но и в Викторинбурге, в Новосибирске, в подмосковных городах были джазы и оркестры хорошего уровня. А где они должны играть? Вот, как бы, концерты, сама по себе концертная деятельность, парки никто не отменял, да? В этом тоже, как бы, наш огромный джазовый фестиваль, да? Потом еще вот хотел спросить, вот мне кажется, что у нас почему-то как-то застоприлась клубная культура. То есть она ушла, вот, ну, есть твой, слава богу, клуб, да? Ну, такая модная элитарная история. Есть, как бы, совсем, ну, какие-то там молодежные, там, уровни дискотек. А вот, чтобы это стало вот какой-то такой нормой, почему-то не приживается. А я скажу, приживается. Есть несколько клубов, где клуб Алексей Козлова сейчас в новом помещении открывается. Есть клуб «Эссе». Там играет оркестр, большой оркестр джаза Петра Востокова, молодого трубача, очень талантливого. Есть еще джазовый клуб, был в Союзе композиторов, но там, я не знаю, что сейчас происходит, есть ли он или нет. Есть, но, с другой стороны, нам надо растить музыкантов, которые наполнят клубы, в которых еще нет джаза или нет музыки. Это тоже важно. Почему, допустим, в том же Нью-Йорке столько джазовых клубов? Потому что там много музыкантов, там приезжают и учатся, и работают много замечательных музыкантов, которые, конечно, вот, представляют интерес для публики, и клубы открываются. Так что здесь мы, в нашем мегаполисе, в Москве, тоже точно можем иметь 5-6, а то и 7-8-9 разных клубов с разной стилистикой, с разными музыкантами. Сейчас все музыканты бегают из одного клуба в другой, нашей отечественной. Не так много мы привлекаем музыкантов из других городов России. Питерский джаз отличается от московского? Питерский отличается, да. И он отличается своей мягкостью, своим каким-то... Лиризмом. Лиризмом. Чуть более консервативный джаз, но очень хороший. И там тоже вот есть оркестр. И мы приглашаем, конечно, музыкантов. Андрей Кондакова недавно был мэтр, и мой учитель, и мой первый работодатель Давид Голощокин. Появился в его джазо-филармонии тоже появился джазо-оркестр большой, который тоже играет каждую неделю. Нет, там идет жизнь. Но очень хорошая жизнь идет и в Новосибирске, и в Екатеринбурге. Где музыканты играют. Сергей Пронин в Екатеринбурге тоже к нам приезжает часто на фестивали. Хороший трубач великолепный. Приезжает к нам из Новосибирска Владимир Толкачев, оркестры, музыканты, солисты приезжают. Приезжает. Так что мы стараемся приглашать на наши фестивали музыкантов. На триумфе джаза выступал оркестр из Саранска, джаз-оркестр. Республиканский джаз-оркестр. Очень интересный. Но, с другой стороны, мы им дали такую возможность проявить себя. Они очень готовились и достойно выступили. Тувинский оркестр. Я же играл в Туве, в Кызыле. Он выступал с оркестром, государственным, эстрадным оркестром Тувы. Я скажу, что мы выступили в Кызыле. И там были овации. Люди встали и аплодировали. Я думаю, ну, своим нормально. Потом мы поехали с этим оркестром в Абакан. И там такая же реакция. То есть уровень очень высокий. Но там надо привлекать молодежь. Там надо, опять же, растить кадры. Тоже очень важно. Так что, молодежь, отвечая на твой вопрос, и легче, и тяжелее. Ничего не бывает просто так. Ничего не проходит. Языкам языком. А чем вообще занято будет твое лето? Помимо того, что 8-9 июля мы встречаемся в Горках Ленинских на джазовом фестивале Игоря Бутмана, который в рамках губернаторской программы нашей Подмосковья проходит, уже не первый год. А какие еще вот потом маршруты? То есть предположить, что ты будешь отдыхать, я не могу. Нет, к сожалению, отдыхать не получится. Ну, во-первых, у нас будут гастроли, я поеду в Иркутск, где я... К Мацуеву в гости. К Мацуеву, Денису Леонидовичу. Да, мы поедем в гости. Вон там... Ну, замечательно, конечно, это вообще край. Съездим на Байкал и выступим там. После этого мы вернемся. Говорю, не помню, что, но... В 20-х числах мы с оркестром уезжаем на гастроли Соединенные Штаты Америки и Канады. Мы поедем в Нью-Йорк, потом на Рочестер, на джаз-фестиваль, а потом у нас будет Эдмонтон, Торонто, Оттава, Ванкувер. Вот эти джаз-фестивали мы будем играть с большим нашим оркестром. Мы берем с собой пианист Олега Акуратова, замечательного нашего... Твое открытие тоже. Да, ну, его открыли давно. Но мы его сейчас просто еще раз переоткрываем и для него самого, и для нас, и, конечно, для наших поклонников музыки. Он великолепно играет и классику. 12 июня он будет играть и классическую, и такую классическую программу, но во втором отделении мы будем играть концерт Гершина. А так до этого он будет играть в Большом зале консерватории, будет играть классику, соло. Вот мы с ним поедем и с нашим оркестром будем выступать на этих фестивалях. Потом у нас планируется фестиваль, мы приедем будет здесь у нас в Горках Ленинских, затем фестиваль в Сочи, фестиваль в Риге, к которому мы тоже имеем отношение. И гастроли уже даже не помню куда. Дорогие друзья, народный артист России Игорь Бутман сегодня в программе «Полеты во сне» на ИВУ с Нармин на Радио 1. То есть вот эти гастрольные маршруты такие, в общем, ну, сегодня это звучит громко и Соединенные Штаты Америки, допустим, и даже та же Латвия. Никакой вот джаз, никакой политической конъюнктуре не поддается? Ну, его пытаются завести, пытаются завести, и были проблемы наших выступлений в Крыму, и были проблемы даже у американских музыкантов, что они не имеют права выступать в Крыму из-за известных событий. Пытаются, все пытаются сейчас внести, и много моих друзей, американских музыкантов, которые, к сожалению, поддаваясь влияниям средств массовой информации, и не только американских, и мировых средств массовой информации, и не только американцев, но еще и европейцев и прочих, в общем-то, в своей нелюбви к нынешнему президенту США, в своей нелюбви к каким-то другим вопросам, многие вещи, так сказать, огульно обвиняют во всем нас, что все их несчастья, все их выборы, все это прошло, что только мы так сильно влияем, и это, слава Богу, не влияет на наши отношения человеческие, и не отвлекает нас от приезда наших любимых музыкантов к нам, но в их каких-то там блогах или прочих проскакивают такие вещи, которые, ну, не совсем нам неприятны. Одному музыканту я сказал, когда он мне сказал, когда он мне начал говорить про нашего президента, что он там неправ, я ему сказал, ну, тогда не приезжай сюда, тебе не нравится, ты хочешь зарабатывать здесь свои деньги, но ты ругаешь, так сказать, нас, мы не приезжаем, мы благодаря нашему президенту, так сказать, тому, что сейчас происходит, мы, у тебя появляется возможность там приехать, мы тебя любим, если ты хочешь совсем разобраться, тогда почитай хотя бы не одну газету, а почитай как бы различные источники и проанализируй свое, так сказать, негативное отношение к моей стране. Поэтому я тебя очень уважаю, но, к сожалению, ну, ко мне точно ты никогда не приезжаешь больше, пока не поменяешь хотя бы свое мнение. А так, в принципе, конечно, всегда приятно, когда ты говоришь, что ты из России, то все очень с восторгом, всегда все с большим уважением. Ну, а сейчас, так как, в общем-то, меня уже достаточно хорошо знают, то всегда приятно встретить своих друзей. И вот, допустим, мы очень хотим, чтобы следующий гала-концерт, посвященный Дню Джаза, с великими звездами, прошел у нас. И мы уже говорили с Кинси Джонсом, говорили с Ириной Боковой, нынешней пока главе ЮНЕСКО. А когда День Джаза? День Джаза 30 апреля. В 1995 году, 30 апреля, у нас был большой концерт в Союзе Композиторов с группой Олегроса, с Николаем Левиновским. Такой замечательный концерт. Его как раз показал Первый канал в 1995 году. Ой, давно это было. Представляете, вот 30 апреля, там еще кое-какие события произошли. Для меня дата 30 апреля непростая дата, просто так, просто выбрали. И получалось так, что вот именно 30 апреля сделали День Джаза. Я надеюсь, что мы или в этом году, ну или в следующем году, или в 19-м, мы получим этот день, потому что он уже проходил и в два раза в Париже, в Стамбуле, в Японии, в Оссоке, в Белом доме, в Вашингтоне он был в прошлом году. Я на всех был, кроме Белого дома, скорее всего, по каким-то, я думаю, политическим причинам. Потому что я писал письмо Бараку Обаме о том, что нельзя вмешивать в политику джаз политик. Он ответил? Ответил. Что сказал? Ответил идет департамент. Большое спасибо за письмо. Мы учтем. Но в политику будем вмешиваться. Но я сказал, хорошо. Но очень хотелось бы, конечно, чтобы Всемирный День Джаза прошел в России. Обязательно пройдет. Ну, он обязательно пройдет, потому что без России, без современной, без нашей культуры, а тем более джаз у нас действительно выходит на очень хороший уровень, как музыкант, как исполнительский, так и интересы публики. Сто процентов у нас самая лучшая публика. И по возрасту она гораздо моложе. Ну, мы-то понимаем. Традиционный вопрос, учитывая название программы, полеты, да? А во сне наяву, что дает тебе чувство полета? Хорошо, что я еще не прилетел ниоткуда. Какое чувство полета? Не так дорога эта пауза, когда вот все задумываются над этим вопросом. Ну, я тебе скажу, ты же должен, вот в этот момент у тебя происходит полет, потому что ты во времени летишь, когда вот ты отвечаешь на какой-то вопрос, или о чем ты задумываешься, или как в музыке. И ты, как у Бродского, там есть стихотворение из школьной антологии по классному журналу, и там у него есть один герой, Альберт Фролов. И он стал музыкантом. Альберт Фролов обнаружил под рукой трубу. И там такой момент, что он стал, к сожалению, пользоваться запрещенными приемами. И о том, что он музыкант, говорит, джазу видит наперед на 8 тактов. Значит, применяя какие-то вещи, он видит расстояние на 16, на 16 тактов вперед. И вот это время, вот это и есть тот полет. Ты можешь за секунду продумать всю свою жизнь, вспомнить все за секунду. И вот это время, когда оно расширяется, это и есть полет. И музыканты, есть такое понятие у музыканта время. Да, вот он говорит, особенно в джазе, он говорит, у него хорошее чувство времени. То есть он не по метроному чувствует время, не по метроному, а по одной четверти, а он слышит время, период временной 8 тактов, а иногда гораздо больше. Поэтому вот этот момент и есть для меня полет. Вот полет во времени, полет в мысли, полет во сне и наяву. Спасибо, спасибо. Я напоминаю, что мы встречаемся с Игорем Бутманом совсем скоро, в общем, этим летом, 8-9 июля, в музее-заповеднике Горки Ленинские, на большом джазовом фестивале Игоря Бутмана будут замечательные гости. Естественно, он сам, который, кстати, является блистательным ведущим, отбирает хлеб у нас. Вернем. Все, давай ты будешь ведущим, все. Я понял намек. Нет, ну, прекрасно это делает артистично. А я скажу, что в последнее время я вот в Доме музыки на фестивале Триум Джаза я не вел концерт. И я поручил это на одной замечательной такой джазовой певице, Виктории Каунова, она одевала красивое платье, выходила, рассказывала очень неплохо. И вот тоже как-то немножко обменяю, чтобы... Есть у нас традиционные ведущие, которые мне кто-то нравится, кто-то не очень. Я тоже не могу выходить в время, там, рассказывать, шутить, потому что надо в нет времени подготовиться. Поэтому я решил отдать это девушке. Если ты согласишься, я с удовольствием приглашаю тебя быть ведущим. Спасибо большое. Как мой любимый фильм, Алиса, да? Конечно, я не напрашиваюсь, нет, ты именно напрашиваешься. Но это мы решим, в любом случае мы не расстанемся. И, к счастью, для нас всех и для Московской области у нас есть джаз, потому что у нас есть такой потрясающий фантастический друг, как Игорь Бутман, народный артист России, амбассадор русского джаза. Это была программа «Полеты во сне» на Ивус Нармин в Первом подмосковном радио в эфире «Радио 1». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова